так здравствуйте друзья давайте с вами проверим связь если меня видно слышно пожалуйста поставьте плюсы чатике нашим я смотрю мониторю чат подключила презентацию тоже надеюсь вам уже все видно единственное что хочу знать обратную связь что все есть вы меня видите слышите так и пока я жду от вас обратной связи то буквально пару слов рассказывать о том что мы с вами сегодня будем изучать и познакомимся со спикером так вижу вижу первые плюсы спасибо огромное будет здорово если еще не все участники поставить чтобы я точно знала что всем все слышно сегодня мы с вами будем говорить про построение системы мейл рассылок я меня зовут анна мельничук я бренд амбассадор компании сент пульс и 2009 года занимаюсь мейл маркетингом я работала с компаниями разного масштаба начиная от своего бизнеса и это был такой инди проект скажем так и заканчивая большими большими проектами например опера mobile store и большими онлайн школами сегодня я вкратце расскажу вам о том как можно сделать повлекать людей в рассылку несмотря на общую перегруженности информационные такой интоксикации скажем так поделюсь пример приемами поделюсь примерами покажу что как работает с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и так я работаю в компании сент пульс как я сказала платформа позволяет соединять между собой рассылку с другими каналами маркетинга выстраивать единую систему то есть у вас может быть отправка сообщений через мессенджер через чат-боты отправка в пуш уведомления смс и мейл рассылка и все это в единой системе и немного забегая вперед скажу что именно так сейчас работает эффективнее всего тоже вам покажу в конце презентации примеры как можно соединить между собой все эти каналы а технически просто и не какой может быть от этого результат так и так сегодняшние тезисы мы поговорим о том как выстраивать отношения с клиентами с помощью писем как вовлекать в рассылку несмотря на такую информационную перегруженность а как увеличить открываемость и кликабельность писем и как усиливать рассылку другими каналами мы с вами уже познакомились в принципе я рассказала о себе на всякий случай в конце я дам свои контакты если у вас будут какие-то вопросы по мл маркетингу или там необходимо будет консультация или мало ли что то обязательно пишите я даю свои личные контакты буду рада общаться буду рада дружить и буду рада вам подсказывать если что-то потребуется в мл маркетинге ну что поехали сейчас ну я вспоминаю начинал в 2009 году с мл маркетингом и это была история когда можно было написать письмо большое это письмо целиком читали на это письмо я получала определенное количество развернутых больших таких фундаментальных ответов и даже были клиенты с которыми мы вели переписки они прислали что-то свою реакцию на письмо задавали какие-то вопросы я им отвечала они со мной дискутировали или наоборот там что-то углублялись в эту тему сейчас конечно я с тоской немного восприниму вспоминаю те времена потому что получить фундаментальный развернутый ответ на письмо от человека ну довольно сложно есть определенные авторы рассылок которые ведут такие нишевые рассылки очень с большим уклоном в контент философские глубинные некоторые из них идут платные рассылки и в этом случае да возникает коннект соединение между автором рассылки и подписчиками люди пишут а в большинстве случаев рассылки работают не так это скорее такой разовый инструмент когда человек отправляет какое-то письмо подписчики получают и на как то уже там переходят не переходят по ссылкам открывают не открывают но такого тоже глубокого взаимодействия добиться довольно таки сложно а если мы говорим про массовые проекты например про интернет магазины там в принципе очень сложно человека выдернуть и как-то перевести в режим более вдумчивой коммуникации а у меня был один период времени когда я активно изучала такой эффект называется клиповое мышление то есть то как мы сейчас живем то как наш мозг сейчас работает он воспринимает мир какими-то обрывочными фрагментами и это во многом влияет на то как люди сейчас воспринимают мл письма они проглядывают темы проглядывают какие-то отдельные фразы какие-то картинки из этого уже пытаются принять решение стоит ли мы эту рассылку углубляться или нет так как я работаю внутри са сервиса да мы предоставляем пользователям возможность отправлять рассылки я вижу какое количество регистрации происходит я вижу какое количество писем отправляется с помощью нашего сервиса я понимаю что рассылок сейчас много авторов рассылок много и люди отправляют большое количество писем особенно это актуально очень много писем отправляются онлайн школами сейчас у нас бум такого онлайн образования и там в принципе не щадят пользователи отправляют по несколько писем в день там есть разные стратегии разные воронки и от такого большого количества писем у людей по-другому формируется уже восприятие рассылок мы с вами должны это учитывать для того чтобы делать ссылки эффективными а кроме того усложняется ситуация тем что много каналов общения существует то есть если раньше были в основном амэйл рассылки это только зарождалось то сейчас появляется большое количество там в пуш уведомления смс к это уже тоже как бы привычно но активно еще развиваются мессенджеры и эти два канала сейчас занимают такие достаточно значимые позиции именно в маркетинге в коммуникации с клиентами а мы тоже должны это учитывать когда работаем с рассылкой мы должны понимать что мессенджеры занимают свою долю рынка и они тоже влияют на то как люди воспринимают письма то есть сама стратегия восприятия имейл рассылок сейчас тоже немножко меняется я добавила сюда слайд третий пункт то есть каналы часто сменяют друг друга и вообще как бы репутация у каналов тоже меняется и вы когда занимаетесь своей рассылкой тоже должны учитывать этот момент что человек может через какое-то количество времени сменить свое отношение к каналам и в принципе уйти из какого-то канала и перейти в другой есть такой момент перед тем как я начну уже основную контентную часть как ни странно хочу буквально вот пару слов сказать по поводу доставляемости рассылок буквально недавно ко мне пришли ребята на из онлайн школ и у них замечательная контентная рассылка у них замечательные воронки продаж то есть там все очень хорошо продумано очень классно прописаны письма но когда я только зарегистрировалась все письма которые начали приходить от этой школы они попадали в спам сейчас я понимаю что об этом очень много сказано уже существует огромное количество бесплатных видеороликов на тему как настроить что делать есть вебинары по доставляемости рассылок все наверное знают что такое прогревать домен и так далее но все таки я хочу на этом отдельно остановиться потому что email рассылка при плохой доставляемости в принципе это абсолютно пустое занятие не нужно думать ни про открытие не про клики если письма не попадают в обходящие я здесь не буду глубоко говорить о том как делается доставляемость я просто вам даю три сервиса которые позволят кто еще не знает эти сервисы позволят вам ознакомиться с тем какие могут быть проблемы ваших письмов значит первое это mail тестер такой классический сервис который позволяет протестировать письмо и посмотреть что с ним не так есть определенные параметры которых вы можете не знать но если там что-то настроено не так то все рассылка скорее всего попадет спам или вообще не доставится то есть там выставляется рейтинг в этом письме в этом сервисе выставляется рейтинг письма и вы и плюс присылаются определенные рекомендации вы можете с помощью этих рекомендаций исправить письмо и уже увеличить его доставляемость я на всякий случай добавляю ссылки то есть я думаю что у вас должна быть презентация после доклада и если кто еще не знаком с этими сервисами у вас будет возможность просто перейти по ссылке и проверять свои письма и здесь еще есть два сервиса тоже возвращаясь к кейсу онлайн школы с которой я недавно работала а мы протестировали в mail тестере все письма вроде бы все было хорошо там были высокие баллы 9 с чем-то из 10 при этом были определенные параметры в других сервисах по которым эта рассылка воспринималась как скажем так некачественная это рассылка которые можно которые не доверяют поэтому проверка должна быть комплексно если одно время я просто ориентировалась только на то что пишется в mail тестере потом поняла что не всегда дает стопроцентную картину еще раз когда мы говорим про систему mail рассылки то конечно же первое чего мы начинаем это доставляемость я понимаю что многие об этом знают но на всякий случай чтобы у вас были в копилке сервисы теперь базис для рассылки то что я могу такие пункты которые я выделила а глядя на рассылки которые отправляют наши клиенты глядя на то что я получаю изучая тренинги курсы как наших снгшных скажем так моих коллег по рынку базе бывшего снг так и вот американские я выделила несколько пунктов которые на мой взгляд делают рассылку гораздо более эффективной и которые позволяют человека вовлекать то есть если мы посмотрим на нашего пользователя обычного читателя рассылок а вашего подписчика то это человек который в день получает огромное количество писем кроме того появляется нагрузка в виде мессенджеров смс сообщений и вот сейчас достаточно популярная история это автоматические звонки то есть человек довольно таки перегружен информационно и с каждым годом этот перегруз растет 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 и с каждым годом количество людей которые хотят отправлять рассылки увеличивается количество бизнеса стартапов и все время все пользуются этим каналом и mail маркетинга что можно сделать для того чтобы выделиться среди всех отправителей рассылок я выделяю такие пункты во первых это приветствие что я имею ввиду когда говорю приветствие я говорю о том что мы захватываем внимание человека и отправляем ему письмо в тот момент когда он наиболее активен в рассылке из присутствующих и очень интересный момент у кого есть настроены приветственные письма которые отправляются сразу же после подписки то есть когда человек подписался ему сразу же приходит письмо с тем что окей да вы подписались если такие есть поставьте пожалуйста плюс если вас не настроено письмо поставьте минус чтобы я тоже понимала насколько насколько вы знаете о важности приветственного письма пока вы ставите пока вы пишете в чате я могу сказать так что если приветственное письмо отталкивает то есть там какая-то скучная неинтересная информация это у человека формируется определенной марки что эту рассылку читать не нужно то есть мне здесь не интересно здесь ничего полезного для меня нет а если приветственное письмо приходит через какое-то количество дней после того как человек подписался он скорее всего уже забыл о том что он где-то оставлял свой mail адрес и вот этот момент наладить контакт он уже просто упущен и все потеряли у человека потом хуже если вы сравните показатели а хуже будет открываемость рассылки или он просто не будет в него вовлечен если приветственного письма в принципе нет и через какое-то время например через две недели как это иногда бывает или через месяц или на ближайший праздник вы отправляете рассылку с каким-то специальным предложением то скорее всего подписчик отреагирует жалобой или отправит это письмо спам потому что он банально забудет что вы с ним взаимодействовали и все как бы вся на все потуги доставить письмо во входящие все потуги вообще-то сделать письмо закончится тем что вы скорее получите отрицательный результат такие вот случайные письма они наоборот вызывают негативную реакцию следующий базис для имейла ссылки на сейчас это конечно же сегментация когда мы указываем в письме даем письме определенный маркер дающий человеку понять что это письмо сформировано не всем про все а это письмо сформировано для него исходя из его каких-то обязательных параметров то есть сегментация это прежде всего на оказание определенного уровня сервиса вы открывая письмо человек идентифицирует что здесь есть что-то основанное на его предпочтениях на его поведении то есть есть вот этот момент персонализации и в этом случае люди гораздо лучше вовлекаются в рассылку и гораздо лучше потом на нее реагирует естественно быстро ссылкой вы зарабатывать больше на рассылке когда она сегментирована следующий момент это польза причем пользу каждый понимает по-своему я вам сейчас попробую объяснить так чтобы чтобы было понятно во-первых если мы например будем вести рассылку о здоровом ну вот выход захотели сделать допустим письмо о здоровом питании и взяли какие-то выжимки академиков нобелевских лауреатов какие-то там последние данные исследований у вас получилось действительно полезное письмо в классическом понимании там много чего научного много чего интересного и теперь прочитавший это письмо человек обязан перестать пить газировку есть чипсы там должен придерживаться определенной диеты с одной стороны вроде когда это полезно окей хорошо но если мы посмотрим для конечной целевой аудитории это письмо может быть совершенно нерелевантным то есть человек глядя на все эти выжимки из нобелевских из диссертации нобелевских лауреатов он для себя пользы никакой не найдет то есть польза должна быть исключительно адресной и в согласии с тем какой запрос вашей целевой аудитории есть и только так вы то что вам кажется полезным но это не совсем работает для целевой аудитории мне очень нравится фраза одного моего коллеги он сказал что если бы люди прям очень сильно хотели бы стремились бы к пользе в классическом понимании стояли бы очереди не в макдональдс а очереди в аптеке за витаминами так вот под пользой я понимаю именно то что будет полезно в в мировоззрении конкретно вашего читателя то есть вот такие полезные рассылки они работать будут если рассылка не попадает в нужды целевой аудитории то конечно же она остается абсолютно бесполезно бесполезно структура и простота это следующий базис когда человек открывая письмо видит абзацы видит заголовки видит эмоджи сейчас особенно актуальные люди в принципе очень хорошо реагируют на наличие эмоджи на структуризацию текста с помощью эмоджи когда человек может письмо есть такое выражение письмо дышит когда у нас есть определенные блоки есть определенные есть определенная структура у письма и человек может пробежать глазами и понять для себя какие-то важные мысли принять решение стоит ли читать письмо в целом то есть если письмо слишком перегружено графикой но сложное то человек скорее всего не будет вникать если письме текст никаким образом не структурирована это просто кусок как из книги а человек тоже не будет читать то есть я знаю рассылки в которых нет структуры текста это рассылки как правило сценаристов они вот вот сценарист пишет и ну он так решил для себя он говорит ну раз я сценарист я работаю с текстом никакой структуры здесь не будет я буду писать именно так это как бы единичные случаи которые скорее подтверждают правило если мы работаем с массовыми рассылками то нам необходимо обязательно структурировать и информацию и доносить ее просто и понятно а связь и последовательность между письмами это тоже обязательный момент как обязательно это на пять плюсом скажем так когда человек видит некую структуру между каждым вашим письмом то есть он понимает что письмо 1 связано с письмом номер 2 с письмом номер 3 и тогда ему легче прочитывать открывать ваши новые письма потому что у него в голове есть некая единая система то есть он понимает что окей это письмо чем-то дополняет предыдущие письма и в этом случае вы тоже удерживаете и открываемость рассылки на определенном уровне и удерживаете внимание вашего подписчикам на долгосрочную перспективу рассылки которые состоят исключительно из таких разовых писем писем в которых а вот какая-то тема поднята и тут же закрыта они работают не так эффективно как рассылки которые постепенно раскрывают определенные вопросы особенно это касается контентных рассылок ну и конечно юмор юмор здесь не только какие-то шутки прибаутки анекдоты но и личный стиль автор рассылок если мы говорим про текстовые рассылки и какие-то зацепочки и прикольные может быть прикольные элементы дизайна может быть какие-то такие моменты которые заставляют человеку умилиться улыбнуться и просто порадоваться это тоже очень хорошо работает на рассылку серьезные слишком такие деловые рассылки работают не так хорошо как те где можно умилиться слегка улыбнуться посмотреть и вот так внутренне улыбаться скажем так такие рассылки работают гораздо лучше сейчас я вам покажу на примерах переключаю презентацию примеры брала из рассылок которые читаю сама и которые авторов которых я очень уважаю мне нравится так плюс это достаточно известные рассылки первое что мне нравится приветственное письмо проекта story tellers я записалась на курс сила блога и сразу же приходит письмо она на самом деле большое очень хорошо структурировано то есть там каждый блок письма разделен такой линии и дает определенную порцию информации вам достаточно просматриваете вы уже понимаете о чем идет речь и к чему быть готовым а кроме того там в этом приветственном письме есть сразу же вот та самая последовательность то есть в письме показывается что в следующих письмах мы будем присылать вам такую-то информацию вот это вот важная информация вы узнаете о том-то о том-то о том-то То есть, таким образом, сразу же в первом приветственном письме закидывается такой якорь на следующие письма. Следующие письма надо будет почитать, потому что там будет важная, полезная информация для меня. И тоже вам рекомендую взять на заметку такой прием, когда вы закидываете в первом приветственном письме на будущее крючок и делаете так, что человек, видя в следующий раз ваше письмо, тему вашего письма у себя почтан в ящике, будет обращаться в прошлое, да, там было что-то важное для меня, мне надо это прочитать. Следующий пример – это рассылка Тинькофф журнала. Обратите внимание здесь на структуру, то есть даже вот проглядывая просто это письмо, мы видим, что оно разделено на абзацы, и здесь же есть список, который сформирован с помощью эмоджи. Эмоджи отражают то, какая информация содержится в самом списке. Это тоже очень хороший прием, который помогает структурировать информацию, делать ее более наглядной. Следующий – американский, пример американской рассылки. Я подписана на Digital Marketing Lab, это, скажем так, членство в клубе, где регулярно появляется какая-то информация для маркетологов. Здесь как раз идет пример сегментации. В теме письма сразу указано, что это только для тех, кто является участником этого клуба, и дальше вот идут некие привилегии. То есть я уже, глядя на все-все-все письма в своем почтовом ящике, вижу, что, окей, здесь информация вот такой, столька эксклюзивности, то есть здесь что-то важное для меня, и я знаю, что только вот участникам платного клуба какие-то плюшки присылают. Это вот как раз сейчас порция новой плюшки. Тоже обратите внимание, как может работать сегментация и персонализация, и здесь же дается полезная для меня, как для маркетолога, информация. То есть всякий раз они присылают какие-то приглашения на новые мастер-классы, на актуальную информацию, они следят за трендами, и для того, чтобы находиться во всем этом, я, естественно, буду смотреть и изучать этот материал. Следующий пример – это пример моего коллеги, маркетолога Владимира Галико. У него каждую среду есть рассылка, она так и называется, непосредственная рассылка. И обратите внимание, здесь очень интересно тоже, во-первых, есть последовательность, то есть у него есть некая идея для рассылки. Он каждую среду отправляет порцию информации, состоящую из трех блоков. И, во-вторых, само по себе подача очень забавная. Вот тут, например, в первом сообщении он пишет, я покушал, побегал в шапке и так далее, и так далее. То есть это тоже такой элемент юмора и умиления, который вовлекает и отражает, что у этого автора все в порядке с чувством юмора, и здесь можно расслабиться и получить какую-то порцию полезной информации, которая будет полезна и актуальна для меня, как для маркетолога. Ну и фэканси, или факанси, честно говоря, я не знаю, как правильно ставить ударение. Это рассылка Алены Владимировской, я на нее подписана уже какое-то время назад и даже в одном из мероприятий, в которых участвовала, ее рекомендовала. Эта рассылка приходит каждый понедельник с списком вакансий. То есть там есть вакансии, которые отправляются вам персонализированно, то есть перед тем, как подписаться, вы заполняете анкету, указываете свой опыт, свои интересы, свои пожелания по будущим вакансиям и формирует некий алгоритм, насколько сама Алена об этом говорит, рассылку. И после этого вам каждый понедельник приходит. Что мне очень нравится в этой рассылке, насколько я читала в Фейсбуке, у Алены отчеты, что в районе 56% открываемости. Рассылки – это очень хороший показатель, тем более рассылка каждый раз приходит в одинаковой структуре, там нет ничего такого сверхъестественно нового, необычного. Но здесь есть очень интересный прием. В конце каждого письма добавляются две интересных вакансии. В данном случае вот из свежего примера – креативный парфюмер для разработки аромата ключевого продукта в Сбир или любитель лошадей на ранчо-экоферму с яблоневыми садами. То есть это такое, что-то такое, что выбивается из общего потока всех вакансий, там серьезные, деловые, туда SEO, туда СМО и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь совсем другая атмосфера. Это тоже заставляет умилиться, переключиться, и это тоже момент, который… Ну, я каждый раз вот даже рефлексирую свое поведение в этой рассылке. Я каждый понедельник, когда вижу, что пришла новая порция вакансий, я захожу и сразу же смотрю, что там есть в самом конце интересного, уже потом просматриваю, что есть выше. То есть это такие моменты, зацепочки, которые делают вашу рассылку, во-первых, узнаваемой, а во-вторых, человек как бы подсаживается на нее, ему становится интересно, ему хочется читать дальше, ему хочется с вами взаимодействовать, и то, что вы делаете, ему нравится. То есть здесь ключевой момент – то, что вы выделяетесь из всего информационного шума, который есть в почтовом ящике вашего подписчика. Но когда мы с вами поговорили про такие базисные моменты, давайте немножко пройдемся по открытиям, что нам, что может увеличить открытие. Есть, ну, я разделяю, что на открытие влияет тема автора ссылки Preheader, и я здесь добавила пункт Provenance. Так как сейчас немного увлекаюсь искусством, мне очень нравится само это слово и его значение. Provenance – это некая история владения объектом искусства. В данном случае я бы хотела под словом Provenance понимать некую историю взаимодействия вашего подписчика с вашей рассылкой. То есть у вас может быть очень яркая тема, вы можете быть достаточно узнаваемым автором рассылки, у вас может быть хороший там Preheader в рассылке, при этом если до этого человеку что-то не нравилось в вашей рассылке, как-то ему было скучно, неинтересно, то он, скорее всего, больше открывать рассылку не будет или, в принципе, он ее как бы у себя в голове переложит в папочку, там, почитать когда-нибудь в лучшем случае или открыть, если будет что-то сверхинтересное. Поэтому о рассылке надо думать еще и как о таком стратегическом поле деятельности, когда вы продумываете, вот это письмо, оно вовлечет человека в дальнейшее мое ведение рассылки, в дальнейшем мейл-маркетинг или вот я сейчас быстренько чего-нибудь продам, а потом человек никогда не будет открывать письма. Хорошо, когда ваша тема рассылки содержит до 10 слов, и эта тема понятна для целевой аудитории. Тоже вот такой мини-кейс, когда я проверяла дело аудитора ссылки онлайн-школы буквально недавно, там была тема примерно такого содержания «В чем секрет Оли и Маши?». То есть подписчик может совершенно не понимать, кто такая Оля и Маша, и почему тема звучит именно так, ему тоже непонятно, и здесь недостаточно энергии для любопытства, то есть это не что-то такое вовлекающее, не интегующее, то есть это совершенно нейтральная тема. И оказывается, в письме речь шла об олимпийских чемпионках в определенном виде спорта и каким образом там развивалась их карьера и судьба, скажем так. То есть само письмо, оно великолепное, там очень хороший контент, очень все грамотно построено, но вот такая тема, которая является для подписчика неочевидным, она, скорее всего, не сработает. Хорошо, когда вы в теме и в прихедере используете эмоджи, это такой прием, который тоже выводит вашу рассылку, делает ее заметной среди всего-всего потока писем. Даже когда я только начинала заниматься мм-маркетингом, 2009-2010 года, я проходила тогда первый курс в СНГ на эту тему, и тогда один из авторов, Дмитрий Кот, порекомендовал как-то выделять или черточками, или точками, или какими-то символами, эмоджи тогда еще не были придуманы, свою тему или авторство. То есть даже тогда это была тема популярная. Я сейчас смотрю, что далеко не все авторы рассылок используют в темах или вообще в рассылке эмоджи. Сейчас эмоджи – это очень хороший инструмент, и вы можете с их помощью выделять свою рассылку на общем фоне. В теме хорошо использовать интригу или решение проблемы, или ограничение, или некий результат. То есть это то, что дает дополнительную энергию для того, чтобы человек открыл вашу рассылку. В прихедере – прихедер – это текст, который идет после темы. То есть если вы в почтовом ящике смотрите на письмо, там тема выделяется жирным, а потом идет какой-то текст светло-серым цветом. Это прихедер, он тоже настраивается, и вы, если дополните тему прихедером, то есть если они будут логически все связаны между собой, и прихедер будет усиливать тему, то вы тем самым увеличиваете открываемость своей рассылки. Ну и можно добавлять ограничения, например, открыть письмо до такого-то числа или осталось такое-то количество мест. Это тоже то, что влияет на увеличение открываемости рассылки. Сейчас по опыту, по наблюдениям хорошо открывают, естественно, платные рассылки. Здесь человеку некуда деваться, и платные рассылки, там, 90-90 с чем-то процентов открываемости – это абсолютно нормально, при том, что база тоже может быть очень большой. Платную рассылку делать сложно. Там во многом вы зависите от собственного бренда, собственной экспертности, от глубины опознания. То есть платные рассылки хорошо даются таким глубоким профессионалам. Когда человек известен как очень узкий, но очень-очень крутой специалист в определенной теме, то платная рассылка у него получается гораздо легче, чем если брать какой-то там проект условной онлайн-школы, которая работает на массового читателя, на массового клиента. А полезные рассылки, мы уже с вами говорили, польза, то есть то, что применимо для конкретно вашего читателя, то есть то, что витамины полезны, не значит, что любитель поесть в Макдональдсе будет считать такую рассылку. Рассылки – вы можете наблюдать определенные истории, определенные отчеты в истории своих рассылок. Люди, которые находятся в острой нужде и в поиске решения проблемы, они, конечно же, гораздо активнее. То есть самый такой классический пример – это вот женские тренинги, когда нужно выйти замуж. Вот это вот максимально увлеченные женщины, то есть там проценты открываемости очень большие, там процент вовлеченности в рассылку очень большой. То есть вот когда вы ловите аудиторию во время острой нужды или выбираете вот сегмент таких очень нуждающихся в чем-то людей, они, конечно же, будут читать ваши письма, несмотря ни на что. Ну и тоже отдельный сегмент – это рассылки с бесплатными, с какими-то бонусами, с какими-то плюшками, с чем-то таким. Это то, что тоже всегда будет пользоваться популярностью, но вы должны понимать, что совершенно не факт, если человек скачал что-то бесплатное, что он потом захочет вам заплатить за это деньги, а вы за него заплатили. Важный момент – помнить, что открыл не равно прочитал. Многие об этом забывают. И сейчас есть такая тенденция, которая… Ну, я ее называю «Твиттер-истем». Она особенно актуальна для онлайн-образования, когда много рассылок отправляются. Человек может не открывать письмо, но он может просто просматривать темы писем и понимать, что происходит. То есть я замечала такую историю в онлайн-образовании, когда в день приходит несколько писем с тем, что мы сегодня у нас вебинар. Мы начинаем через час, мы начинаем через полчаса, мы начинаем через пять минут, мы уже начали, где же вы. И человеку не обязательно открывать все эти письма, он может дождаться некого финального письма со ссылкой на трансляцию и перейти по ней, но сами уведомления, сами темы писем для него являются актуальными, потому что он понимает, что сегодня что-то будет происходить. Он выбирает финальное письмо, которое срабатывает как бы последней каплей, открывает, переходит и уже, например, слушает вашу трансляцию. Поэтому если вы особенно заняты в сфере мероприятий, то имеет смысл заботиться о том, чтобы темы были максимально понятны, и когда вы в день отправляете какое-то количество сообщений, чтобы темы этих сообщений были связаны между собой, чтобы там не было никаких загадок и секретов, чтобы у человека четко сформировалась картина, окей, вот сейчас я должен уже точно открыть и перейти. Тоже пару слов вам скажу по поводу увеличения кликов, что работает вот по моим наблюдениям, потому что я могу смотреть на отчеты. Микс текстовых ссылок и кнопок, когда мы в письме даем как ссылки, оформленные в текст, так и кнопку. Вот именно когда есть такая комбинация, процент открываемости выше. Причем у меня есть кейсы, где почему-то на текстовые ссылки кликали лучше, чем на кнопки. То есть я просто тестировала, смотрела и вот замечала такую тенденцию. Тоже рекомендую вам посмотреть, проверить. Хорошо работает, когда одно письмо, в одном письме есть несколько ссылок, но все они ведут к одной цели. То есть когда мы готовим одно письмо, посвященное, допустим, одному какому-то товару, и подводим человека каждый раз к тому, чтобы он перешел по ссылке на этот товар. То есть письма, где, не знаю, там огромное количество товаров, они, ну, у них есть как бы свои специфики, но они работают, как правило, гораздо хуже, потому что человек воспыляется, чем когда у нас есть одно целенаправленное письмо, и там мы подводим человека уже непосредственно к клику на ту ссылку, на которую мы хотим. Гиф-ссылки – это тоже тот момент, который имеет смысл протестировать. Я смотрю по результатам вот тех кейсов, которые у меня есть. Гиф-ссылки работают очень хорошо, когда есть какой-то элемент анимации на картинке или на кнопке, и это тоже привлекает внимание, люди переходят. Даю вам последовательность, если вы будете отправлять текстовые письма или миксовать текстовые ссылки с кнопками, есть такая последовательность, как можно подавать ссылки. У нас условно мы можем разделить письмо на четыре части, когда у нас есть вводное, мы здороваемся и начинаем наш текст. А дальше у нас есть само тело письмо, то есть основная часть. Потом есть финал письма, где мы подводим какой-то итог, и есть по скрипту. Так вот, когда мы в самом начале пишем текст, здесь можно дать ссылку и оформить ее в виде любопытства. То есть мы как-то интригуем человека и тут же даем ему ссылку, чтобы он перешел. Дальше у нас идет тело письма, основная часть. Здесь можно оформить ссылку в формате выгоды. То есть мы текст даем выгоды, даем какие-то результаты, показываем, здесь же даем ссылку, человек переходит. Финал письма. Наможим, ну, я не очень люблю слово страх, но это классика такая маркетинга. Но мы можем здесь говорить об ограничениях. То есть у нас есть всего такое-то количество товаров по этой цене, или у нас есть такое-то количество мест, в принципе, на какое-то мероприятие. То есть мы здесь даем или вот такое ограничение, или же мы можем добавить отзывы и в формате отзывов оформить ссылку. Ну и по скриптам мы просто, если мы в конце письма давали страх, ограничения, то в отзывах мы ставим, то есть по скриптам мы ставим отзывы. И наоборот. То есть эти блоки можно менять местами и давать вот информацию тут не обязательно, чтобы заканчивалось или точно страхом, или точно отзывами. То есть вы берете текстовое письмо и делаете по этой последовательности. Во-первых, пишите текст, добавляете ссылки, и тогда такое письмо даст больше эффективности по кликам. Еще хочу поделиться одним примером, как можно увеличить кликабельность. Это американский пример, очень его люблю. Это создание такого теста в формате письма, когда у нас все варианты ответа являются кликабельными и ведут на определенную нужную страницу. А вы как бы человеку задаете вопрос, ну как бы тестирование это, во-первых, вовлекает. Люди любят тестирование. Сейчас квизы, они в 2021 году вообще признаны одним из самых любимых лид-магнитов для пользователей. Плюс вы дополнительно даете простую ссылку, где даете возможность как бы альтернативно. Хотите узнать ответ? Вот нажмите сюда. Да. Тоже эта ссылка ведет на всю ту же страницу, что и варианты ответа. Вот по результатам тестирования, вот я смотрела у Райана Дайса, американского маркетолога, он говорит, что вот именно такой формат письма является самым-самым-самым кликабельным среди всех остальных. То есть ничто ему не приносило такое количество, процент кликов в отчетах, как именно такой формат письма. Поэтому можете тоже смело пользоваться, пробовать. Особенно хорошо, если вы добавляете какой-то один из вариантов ответа, умилительный или с юмором. Главное, ну, как бы не сарказм, но что-то вот как красивый юмор, и это увеличивает еще вовлеченность. Чем можно еще усилить рассылку? Это, конечно же, миксом с чат-ботами, с мессенджерами. Можно подписывать на чат-бота через e-mail, можно подписывать одновременно на, ну, последовательно, точнее, человек, например, заходит на вашу посадочную страницу, может подписаться на e-mail, и следом ему еще одно вступающее окно или еще одна страница с предложением подписаться на мессенджер. И когда у вас человек есть как в базе e-mail, так и в чат-боте, эффективность коммуникации с ним возрастает просто в разы, чем если вы просто будете отправлять ему письма или чем если вы просто будете работать с ним через e-mail. Вот именно комбинация, она показывает наибольшую эффективность. Точно так же можно собирать e-mail в чат-боте, то есть я вам сейчас тоже покажу механизм. Можно запрашивать в самом e-mail, оставьте свой, в самом чат-боте оставьте свой e-mail, мы с вами там свяжемся дополнительно. То есть эти каналы, они работают как бы в обе стороны. Вы можете собирать аудиторию и обновлять свои базы параллельно и таким образом потом выстраивать уже умниканальный маркетинг. Для вебинарных воронок, вот в принципе, это обязательное условие, когда вы миксуете e-mail и чат-бот, потому что иначе вы просто не соберете аудиторию, ну никак она не придет. Тоже мы тестировали, очень занижаются показатели приход на вебинар или на конференцию, если не использовать мессенджеры, а просто делать рассылку. То есть это реальности нашего дня. Показываю на практике, как это работает, например, в Сэнпульсе. То есть вот у вас появляется в окне создания чат-бота возможность добавить блок с запросом e-mail адреса, и у человека появляется вот такая вот картинка. То есть он видит текст, оставьте свой e-mail, и до тех пор, пока он свой e-mail адрес не напишет, чат-бот не включается в работу, то есть чат-бот ожидает. И когда человек свой e-mail адрес указал, все это попадает в адресную книгу, и вы тут же можете настроить автоматическую отправку писем. То есть человек только что взаимодействовал с вашим чат-ботом, а потом он оставил свой e-mail адрес, и вы можете ему дополнительную информацию отправлять через e-mail. И в автоматической системе можно настроить таким образом, что если, вот, например, вы отправили первое письмо, да, как у меня здесь показано на схеме, на рисунке, вы отправили первое письмо, дальше у меня есть блок, называется условия. Если человек в течение одного дня, например, это письмо не открыл, можно сделать так, чтобы ему в мессенджер отправлялось сообщение. Допустим, очень важное письмо у вас на почте находится, давайте-ка вы все-таки его откроете. Ну, я сейчас, конечно, утрирую, но так это работает. Если человек, наоборот, открыл письмо, мы, допустим, присылаем ему что-то следующее, и дополнительно к этому присылаем еще сообщение в чат-боте, в мессенджере с какой-то еще дополнительной информацией через время. Так, чтобы у вас не пересекался контент, так, чтобы вы не писали одно и то же человеку, даже вот в email, в чат-бот, это очень тоже практика, которая сейчас скорее вызывает раздражение, чем поощрение у пользователей. Вы можете настраивать так, что вы усиливаете свою email-рассылку дополнительными какими-то фактами, которые вы отправляете в чат-боте. Если мы будем говорить про воронку для, ну, вебинарные, например, воронки, для воронки для онлайн-бизнесов, то здесь допустимо, когда вы, особенно при приглашении на какое-то мероприятие, когда вы отправляете более-менее одинаковые сообщения, вроде там трансляция начнется через 30 минут, лучше пользоваться браузером Chrome, ну, и какие-то такие технические моменты. Здесь нормально, но когда вы делаете немножко другие воронки, уже продающие, то хорошо, когда вы даете контент, который, ну, он может пересекаться, но не на 100%. И еще один момент, который вам позволит собирать быстрее базу подписчиков и тоже выстраивать омниканальную систему маркетинга, это, конечно же, мини-сайты, их называют еще мультисылки, или там, ну, по-разному, есть разные названия, но смысл в том, что, может быть, у вас, например, аккаунт в Инстаграме, вы добавляете ссылку на такой мини-сайт, и там же человек может сразу подписаться, и вам не нужно дополнительно интегрировать и передавать каким-то странным образом эти мейл-адреса, а это все сразу попадает в том же Синпульсе, в одну адресную книгу, и вы тут же можете настроить человеку автоматическое приветственное письмо. Мы говорили сегодня, что приветственное письмо – это очень-очень важно. И после этого уже как бы наладить контакт с человеком, например, запустить дальше поворонки. Точно так же здесь можно сделать так, чтобы человек подписался на чатбот, и уже, например, в чатботе вы спрашиваете у него мейл-адрес, и, ну, дальше контактируете, дальше переводите его на следующий этап или продаете ему какие-то товары. Так, друзья мои, на всякий случай, напомню, оставляю свои контакты для того, чтобы они у вас были. Здесь есть мой личный Телеграм в том числе, здесь есть Фейсбук, есть Инстаграм, как вам удобнее. Если у вас будут какие-то вопросы по мейл-рассылкам, по чатботам, то лучше, быстрее всего, конечно же, писать в Телеграм, потому что там я… там все мои рабочие переписки там, и я смогу вас быстро проконсультировать. Сейчас я с приликим удовольствием отвечу на вопросы, если таковые есть. Сейчас посмотрю, проверю чат. Вот, если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. Я пока жду. Ну и, конечно, огромное вам спасибо за то, что вы присутствовали сегодня на докладе. Я надеюсь, что вам было полезно. Так, спасибо, Алина написала. Спасибо вам, спасибо, что вы присутствовали здесь. Если вдруг вопросы есть, у нас с вами еще минута времени. Тут мне очень нравится на этой конференции. И с таймингом просто волшебство происходит секунда в секунду. Это приятно. На многих конференциях участвую и понимаю, что держать такой тайминг довольно-таки… Ну, это задача. Это задача. Так, сейчас, может быть, я куда-то… Пока вопросов нет, но в любом случае мы с вами остаемся тогда на связи. Если что, пишите и, конечно же, соединяйте разные каналы маркетинга. Сейчас без этого никак. Так, простая рассылка, к сожалению, уже не приносит такого результата, как это было раньше, и мы должны адаптироваться как маркетологи. Так. Ну, я вижу, что вроде бы все, наше время вышло, поэтому я пока завершаю тогда сессию. Спасибо вам огромное и всего доброго. Спасибо. 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 Продолжение следует...